знаешь что большинство бизнесов погибает в первые пять лет не потому что там рынок не готов или кредиты там еще что-то а по причине того что бизнес рос слишком быстро просто посмотри вот ну посмотри за ребенком да и посмотри насколько как 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 долго он мутузит один и тот же уровень чтобы уже выйти с него и начать чем-то другим заниматься и он автоматически открывает для себя новый уровень как только он понимает что-то на предыдущем представь если бы ребенок рос то есть представь просто если бы например кости росли быстрее чем мышечный корсет крепнет это был бы такой длинный кузнечик который нибудь не выдерживать своего тела и не может балансировать да и он от ветра будет падать то есть поэтому естественные процессы они медленные они прям медленные потому что должна быть устойчивая платформа для роста чего-то и в первые пять лет в целом бизнес должен наверное расти в сторону развитие условий для последующего развития бизнеса а что происходит в первые ну то есть терпение у людей нет и в первые пять лет ты начинаешь ты выходишь с одного уровня на другой ты вдруг зарабатываешь не 30 тысяч теперь а 50 а потом ты резко вдруг не 50 зарабатываешь а 100 а потом ты резко не 100 а 200 потом не 200 а вдруг 400 и не дай бог ты вдруг зарабатывал 50 а потом 400 тебе кажется что следующий твой рывок должен быть типа в такой же пропорции то есть ты думал 50 а сейчас 400 окей 8 значит следующие это типа я 4 миллиона уже зарабатывал и пока я не зарабатываю 4 миллиона значит я застрял типа вот такая коннотация есть и поэтому вот это отсутствие терпения приводит к тому что люди в бизнесе начинают развиваться быстрее чем есть есть лес то есть чем это естественно для этого бизнеса для любого проекта есть желание поскорее ускорить быстрее что-то сделать быстрее 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 что как правило базируется на том что есть не принятие текущего уровня нету наслаждения тем что есть потому что в гонке когда ты от одной цели прыгаешь к другой цели ты всегда смотришь вперед и ты сравниваешь то что есть с тем что могло бы быть из тем чего у тебя нет а стоит сравнивать с тем где ты был год назад два года назад то есть и текущий момент уже сравнивать с предыдущим и вот в этом вот осознание расслабляться и наслаждаться потому что как только ты естественным образом отстроишь в расслаблении в отсутствие торопливости и суеты текущий уровень тебя автоматически вытолкнет в следующий потому что нету необходимости пытаться вытолкнуть себя на следующий уровень или подняться на следующий уровень есть необходимость сосредоточиться на текущем а это подразумевает что у тебя должна быть еще и некая скромность и смирение относительно того что из себя представляет это текущий уровень потому что на нем задерживаться какое-то время это на нем задерживаешься ты на нем варишься и ты понимаешь ты выстраиваешь основанием для того чтобы впоследствии потом на этом основании выстроила что-то новое тогда когда это новый будет готова к появлению как созревание фрукта как я не знаю вылупление яйца как пророста семени то есть всегда все в своем ритме происходит вот поэтому возможно есть какая-то торопливость который связано опять же ну разумеется мы живем в условиях в этих условно условиях смысле обстоятельства жизни и классно понимать да были классно понимать что здесь только может быть факторов которые влияют на и торопливость и суету и страхи и решения то есть огромная динамика вот но я здесь хотел сказать просто провод про уровне и про то что иногда слишком быстро движение происходит потому что есть ума идеи о том как это должно происходить и этот ум подгоняет он подгоняет страхами о том что может случиться если ты не будешь двигаться быстрее он подгоняет какими-то мечтами о том что может быть если мы поднатужим ся и под напряжемся продавая иллюзию что вот я сейчас напрягусь а потом зато расслаблюсь но на самом деле не получается так потому что ты напрягаешься а потом забываю зачем напрягается и думаю что вот но так напрягают и надо идти напрягаясь забываешь потом как вообще по-другому потому что это все же мозг делает и привыкаешь когда ты привыкаешь ты не думаешь о чем-то к чему тебе типа надо вернуться Ты забываешь просто об этом, ты просто по привычке делаешь дальше, потому что ум начинает маячить новыми какими-то идеями, целями, страхами, желаниями и прочим.